Прорывы или не прорывы, начало наступления, все это в Украине обсудим с украинским военным экспертом Сергеем Грабским, он у нас сейчас на линии. Пане Сергею, витаю вас. Мои витания, пан Ирман. Ну вот мы, конечно, все понимаем. Сейчас нужен режим тишины, но это не мы сказали, это уже британская разведка сообщает о том, что первые прорывы, именно первой линии обороны украинская армия уже совершила. Вот я понимаю, ожидания завышены, я понимаю, нужно молчать, но вот давайте в каких-то рамках хоть как-то попытаемся объяснить, что происходит, не будем говорить где, может, ну то, что официально опубликовано скажем, и что нам можно ожидать вот при развитии этого наступления. Ну, на сегодняшний день, да, не только британская разведка, но и президент Украины уже официально заявил, что наступательные действия Украины перешли уже в режим наземных операций, и мы осуществляем штурмовые действия первой линии обороны. А на сегодняшний день можно уже сказать, что мы пока наблюдаем движение и продвижение украинских войск на трех направлениях. Это район Великой Новосилки, это район Орехово и это район Степногорска. То есть там, где уже мы видим вдавливание украинских сил обороны в позиции противника и расшатывание этих позиций. Точно так же, как и один из элементов наступательных операций, мы сейчас наблюдаем продвижение на востоке, в районе Бахмута, где подразделения третьей штурмовой бригады и другие подразделения продолжают вытеснять противника с флангов вокруг того места, которое когда-то называлось городом Бахмут. В общем-то, исходя из этого всего, да, есть определенные успехи. Мы понимаем, что эти успехи даются просто колоссальными усилиями. Враг как бы пытается оказать ожесточенное сопротивление. И скажу честно, дня 3-4 назад мы были все в очень большом напряжении, внимательно наблюдая за развитием событий, внимательно следя, как наши ребята продвигаются вперед. Сейчас можно более-менее с уверенностью сказать, что наступление продолжается. Как, на каком направлении будут сосредоточены главные усилия, конечно же, вам никто не скажет. Можно ли говорить о том, что вот та ситуация, которая была в Харьковской области, на данном этапе ожидать, ну, просто неправильно. То есть линия стойкая, оборона есть, вот что будет? Категорически неправильно, но мы как бы понимаем, что противник готовился. И мы понимаем, и мы с вами неоднократно обсуждали уже в этой студии, важность именно южного направления и для нас, и для противника. Поэтому они приложили колоссальные усилия, и я скажу даже больше, на сегодняшний день они практически оголили все другие направления, сосредоточив массу войск именно на южном направлении. Они там создали достаточно серьезные укрепления, которые сейчас преодолеваются, преодолеваются с трудом, надо честно об этом говорить, но все-таки преодолеваются, потому что их тактика абсолютно предсказуемая. Это, грубо говоря, две с половиной линии обороны, то есть сейчас ребята проходят первую. Не поймите, что с такой легкостью, как я это говорю, они проходят. Бои очень тяжелые, очень напряженные. Сейчас идет артиллерийская дуэль, в которой украинские артиллеристы показывают все-таки большую эффективность, что дает нам, знаете, такие очень осторожные, оптимистические основания полагать, что мы справимся с этой задачей. На данном этапе это же не стратегические, вот как высказался Владимир Путин, введенные резервы. Как раз стратегические бригады прорыва, они сейчас на отдалении примерно 100 километров, а сейчас работают, ну скажем так, разведгруппы ротного направления, батальоны максимум. Да, да, это все осуществляется на уровне батальонов, это как бы действия бригад первого эшелона, и основные ударные группировки еще не вводились в бой. Но российская армия даже умудрилась сжечь деревянные леопарды, то есть они пытаются наносить удары по этим целям, и тем самым выявляют свои позиции, по которым наносятся удары уже украинской артиллерии и других огневых средств. При этом мы не останавливаем нанесение ударов по другим объектам в глубине противника, и по некоторым данным на арабатской стрелке был уничтожен штаб оперативной группировки Днепр. Да, в этом штабе даже, по-моему, ну скажем, я встречал эти сведения, что был Владимир Путин или его двойник, когда прилетал, пролетал на вертолете, в голубом вертолете. Вот, видимо, в этом штабе он был. Ну, не в этот раз попали, да. Вопрос какой? То, что сейчас вот в течение там трех-четырех дней уже достигнуты какие-то результаты. Это большие успехи вот в таком раскладе, когда очень мощная оборона? Или это, ну, как бы по науке, по военной науке? Три дня это для таких прорывов первой линии обороны? Это очень хорошо? Просто хорошо? Нормально? Как вот оценить? Это нормально. Это нормально. Это нормально. Нужно понимать, что противник сосредоточил там просто колоссальные силы. И мы действуем на определенных участках. И действия на этих участках уже показывают свою эффективность. И надо передать привет всем западным партнерам, где F-16. Как бы они сейчас помогли бы? Вместо того, чтобы шли бы Брэдли, Леопарды без поддержки, только артподготовка. Пролетели бы F-16? Было бы небо занято? И все было бы хорошо? Намного легче? Да, абсолютно. Абсолютно. Но мы пытаемся компенсировать критический недостаток авиации. Все-таки уплотнением противовоздушной обороны. И за последнюю неделю мы не наблюдали такой массированной активности российской авиации над полем боя. То есть они тоже имеют определенные страхи. И понимают риски, связанные с попытками подлета именно к позициям украинских сил обороны. Даже если они наступают. Потери. Давайте вот это проговорим. Мы видели эту картину из пяти или шести бронетехники. Но мы видели также и ПОВ с танка. И видно было, что из дрона. Видно было, что солдаты-то спаслись. То есть технику потеряли. Вот на ваш взгляд, что произошло вот в этом моменте? Потому что все сразу говорили, ну что мы, как россияне под угледаром, что ли, будем губить технику. Вот что там произошло? Ошибка ли? Там, скажем так, недостатки планирования. К сожалению, нужно это признавать. Это были недостатки планирования. То есть недостаточно проработали варианты с проходом минных полей. Недостаточно отработали варианты разведки для того, чтобы найти альтернативные пути. И понимая, ребята надеялись на авось, на быстрый прорыв. И получилось то, что получилось. Сказать, что там потери техники колоссальные? Ну нет, конечно же. Большая часть техники уже восстановлена. То есть ее успели отвезти и восстановить? Да, восстановили. В частности, леопард, который был побит, он уже заменил катки и уже продолжает боевые действия. А, ну то есть это не спаленные, как под угледаром. Это, ну да, это травмированные, но уже восстановленные. И солдаты-то живы. Вот я видел, они выходили спокойно. Да, солдаты живы. Нужно понимать, что я делаю специальный акцент. Минные поля, они оказались достаточно серьезным препятствием. И когда я говорю о недостатке планирования, это наши немножко легкомысленно подошли к этому вопросу. И сейчас это как бы, этот казус устраняется. И поэтому действия становятся более осмысленными, более активными и более эффективными, соответственно. Освобожден первый населенный пункт, поселок городского типа Благодатный, Волновахский район Донецкой области. Это же вот не совсем Токмак, это чуть-чуть восточнее. Абсолютно. Я поэтому и говорил о трех направлениях. Это направление Великая Новосилка. Кстати, там замечательные греческие чебуреки. Любил это место. И на этом направлении осуществляется тоже продвижение. Потому что вы же помните, мы с вами тоже, кстати, обсуждали, что является приоритетом украинского наступления на юге. Прорыв к Азовскому морю. Где он будет осуществлен? То ли это будет из района Углидара или Великой Новосилки. То ли это будет из района Гулейполя и Орехов. То ли это будет уже вдоль Днепра. Не имеет значения по направлению на Мелитополь. Не имеет значения. Для нас важен результат. Кстати, это является тоже одним из элементов оперативного искусства сил обороны Украины. Рассредоточить резервы противника, распылить их настолько, чтобы можно было наносить удары. Поэтому они наносятся так достаточно эффективно и на разных направлениях одновременно. По военной науке, на прорыв первой линии сколько отводится примерно времени? Неделя, 10 дней? До недели. До недели отводится максимум 2 недели. Если, опять же, понимаете, прорыв первой линии, нужно понимать, о чем мы говорим. То есть, если мы проходим, например, полосу обеспечения и подходим к первой линии, то это может быть до двух недель. Здесь такой явной полосы обеспечения как бы не было, но все-таки противник перед линией обороны создал еще некоторые опорные пункты, которые тоже нужно преодолевать или хотя бы обходить, блокировать. Поэтому мы можем растянуть этот вопрос до двух недель примерно. Но, в общем-то, пока все вкладывается в график. Но, опять же, эта военная наука, она базировалась на тех данных и расчетах, которые мы имели в 20 веке. В 21 веке появились новые факторы. Это и более интенсивное использование ракетных войск, это более интенсивное использование дронов, которые фактически являются новым оружием, являются таким себе москитным флотом, если хотите, для поражения вражеской техники. То есть, такие показатели могут меняться. А на вторую линию я к чему спрашиваю? Вот тот самый прорыв, о котором, на оперативный простор, о котором все так мечтают, это же, ну, только после второй-третьей линии. Вот там он возможен. И тогда пойдут основные бригады? Не совсем так. То есть, основные бригады могут уже бить по второй линии. Почему? Потому что мы сейчас применяем уже довольно известную натовскую тактику FOFA, то есть нанесение ударов по второму эшелону одновременно с прорывом первого эшелона обороны противника или первой линии, если можно так сказать. Поэтому здесь уже идет речь именно о прорыве такой первой линии с целью того, чтобы противник уже не смог, как бы, сконцентрировать свои ресурсы на... И он не мог понять, куда будет конкретно наноситься второй удар. То есть, почему удары наносятся по командным пунктам, уничтожаются системы противовоздушной обороны. И обратите внимание, насколько сильно поражается, если смотреть статистику Генерального штаба Украины, именно артиллерийские системы. Раньше такого не было, чтобы до двух десятков в день они уничтожали. Сейчас именно акцент делается на этом. То есть, идет подавление огневых средств противника для того, чтобы потом уже маневрированными действиями осуществить прорыв второй линии и выйти. Там, собственно, нет третьей линии. Там есть сеть укрепленных населенных пунктов, которые уже должны якобы удерживать эти позиции и прорываться далее, на юг, на побережье Азовского моря. Ну, вообще, на самом деле, направление пока стратегической, вот, удары пока еще не очень понятны. Сейчас идет вот только после прорыва первой-второй линии, может быть, будет какой-то акцент понятен, да? Абсолютно, абсолютно правильно. И, в общем-то, это то, о чем мы с вами говорили, не имеет значения, какое направление как бы сработает. Главное – получить результат. Результат – это выход на побережье Азовского моря. Не могу не пошутить. ФОФА. ФОФА. То есть вот… ФОФА. Ну, какой замечательный. Я с детства помню всякие вот эти вот шутки. Надеюсь, что это будет успешный ФОФА российской армии. Ну, да, надо сохранять юмор. Ситуация напряженная. Что происходит в воздухе? Россияне присутствуют в воздухе. Обстрелы Одессы – это… Ну, вот, имеет отношение к линии боя? Да, абсолютно. Абсолютно. И Одесса, и Харьков, и Полтавская область, и Донецкая, и Запорожская область. То есть противник пытается на максимальных дистанциях попасть по объектам, которые, по их мнению, являются критически важными объектами с точки зрения разворачивания украинских сил обороны для наступления. И почему мы последние пару дней уже не наблюдаем таких активных атак именно на Киев? Противник пытается нарушить коммуникации нанесением ударов крылатыми ракетами, скажем так, и дронами, и, скажем так, по отношению, по той эффективности, которая была показана в Киеве, удары эти достигают цели в большем процентном отношении. То есть там, где мы не имеем достаточного количества сил противовоздушной обороны, там, где мы не успеваем просто перехватить, там противник достигает своей цели, нанося удары по объектам. Интенсивность основная, в общем-то, авиация осуществляется вдоль линии фронта, как я уже говорил, опасаясь ударов украинских сил противовоздушной обороны. Противник не может наносить массированные и сосредоточенные удары, поэтому старается использовать управляемые авиабомбы для того, чтобы хоть что-то зацепить в радиусе доступности этих авиабомб. Ну и продолжаются обстрелы ракетами типа С-300, С-400, но это в основном по населенным пунктам. Ну и еще раз повторим, как бы пригодились F-16 западные? Если кто-то нас слышит, ну понятно, что на русском языке, но хоть кто-то передайте им, нужны F-16 как можно быстрее. Они и сейчас уже нужны, не через 2-3 месяца. Абсолютно, абсолютно правильно. Но мы прекрасно понимали, что мы не успеем их получить. Мы прекрасно понимали, что у нас нет другого выбора, потому что я специально отслеживал динамику наращивания противника на именно южном направлении. И если в декабре, в январе мы говорили примерно 29-30 до 40 тысяч, то сейчас мы говорим, что там сосредоточено более 150 тысяч войск противника. Ждать больше нельзя было. Потери наступления 30%. Я бы просто прикинул, вот если 12, ну про известных 12 бригад прорыва, то что 4 бригады будут примерно, ну по статистике могут быть потерянными, это гибель или это и ранение включая? Это гибель и ранение. Но нужно понимать, что среди 30% гибель, расчетная гибель берется 10-15%, что тоже очень много для нас. Почему мы, собственно, делаем сейчас акцент на огневое поражение противника с минимальным использованием войск, там где-то, где этого можно избежать. Давайте еще раз резюмируем вот то, что происходит на данный момент. Сейчас идет атака на первой линии, кое-где возможны прорывы, и идет отработка артиллерии по артиллерии россиян и по тем стратегическим резервам, которые они вводят. И это продлится около недели. Все правильно? Абсолютно. А потом где-то, возможно, будут осыпания обороны, и вот туда рванут основные силы, стратегические силы ЗСУ. Да, абсолютно. Именно так. Есть, конечно, более, скажем так, привилегированные направления, есть менее, но уже как ситуация сложится, то есть там, где противник будет неспособен удержать оборону, туда, в общем-то, и будут вводиться ударные группировки. Тот факт, что даже первой линии обороны есть прорывы, уже может говорить о том, что наступление успешно и есть высокий шанс к тому, что просто все будет прорвано и армия российская посыпется. Да, именно об этом мы и говорим. Вы знаете, еще 3-4 дня я бы такую уверенность не проявлял, но сегодня уже получаю информацию о том, что, как вы знаете, каскадом пошел процесс освобождения нашей территории. Пусть такие небольшие участки, пусть как бы очень такие малозаметные пункты, но это опорные пункты, и даже если говорить о том же благодатном, нужно понимать, что его штурмовали не один день. Но прорыв произошел, то есть пролом таких вот узловых очагов сопротивления, это, в общем-то, уже показатель того, что Украина постепенно, очень медленно, в кровавой борьбе, но переламывает ситуацию в пользу того, чтобы применить свои ударные группировки для дальнейшего развертывания наступления. Дорогие друзья, для всех вас, кто нас слушает и смотрит, проявляйте терпение, верьте в ЗСУ, действительно потери будут, действительно какие-то сложности будут. Посмотрим в течение этой недели, что, как это будет развиваться, но то, что у высшего командного руководства Украины хорошее настроение, это говорит о том, что верьте в ЗСУ. Спасибо вам. Абсолютно. Извините, что я так вклиниваюсь в ваш разговор, мы очень этого ждали, мы ждем успехов, мы верим в украинскую армию и в Украину, в народ Украины. Желаем им перемоги и в ближайшее время. Спасибо большое, Сергей Грабский, украинский военный эксперт, был в эфире Лучшего радио. Спасибо вам, победим. Разом. Лучшего радио. Спасибо.